Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 14 декабря 2021 года. Скоро Новый год, новый 2022 год Тигра. Я думаю, что самое время приехать на седьмой километр и узнать, почем же можно купить новогодние игрушки, елки, украшения, ну и многое другое. В общем-то, давно мы не были на седьмом, давно мы не делали его обзор. Вы уже писали, спрашивали, предлагали, Сан Саныч, приезжайте на седьмой. Ну, собственно, что мы и сделали, что мы и делаем. Я думаю, что въезд по-прежнему стоит 15 единиц. Я, кстати, не посмотрел. Ну да, вряд ли что-то поменялось. Хотя я не удивлюсь, если и въезд подорожает. Сейчас заедем, едем сразу парковаться на гору, оттуда идем на мылку. Ну и дальше будем ходить, смотреть, интересоваться. Я думаю, что видео будет очень-очень крутое, поэтому сразу жду от вас жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube-канал Взрослый Разговор, то делайте это прямо сейчас. Под видео нажимаете кнопочку подписаться, нажимаете рядом на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного моего видео. И если у вас останутся после этого ко мне личные вопросы, пожелания и предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Ждем на воротах. Впереди нас остановилась машина с винницкими номерами. Я вижу, что человек дает 500 гривен, а у кассира нету сдачи. Вот такая вот она богатая жизнь. С 50-100 гривен нету сдачи. Мы успешно запарковались на горе. Тут всегда есть места. Вот покажи вот эту сторону. То есть туда, смотрите, туда много-много свободного места. Далеко-далеко. И здесь, кстати, много складов, кого это, наверное, интересует. А идем на мылку, спускаемся и будем узнавать там цены. Идемте. Очень много елок, они все красивые. На самом деле у меня разбегаются глаза. Нам любезно согласились рассказать розничные цены. Рассказывайте, что почем? Давайте вот с этой самой маленькой сколько она стоит? 750 гривен. 750 гривен. 1,5 метра. 1,5 метра. Вот такая сколько? 2,200. Такая 2,200 тоже 1,5 метра, да? 1,8 метра. А вот эта вот большая? 4,500. 4,500. 2,300. Так, вот смотрите, вот такая красивая, мне она очень понравилась. Заснеженная. 3,450. 3,450. И давай еще раз пойдем. Такая беленькая, сколько стоит? 780. 780. А вот та вот огромная, там где шишки даже есть. 3,500. 3,500. 3,500. Она 3-х метровая. И мне знаете, что еще понравилось? У вас такие интересные вот эти вот шарики. По чем эти шарики? 7,500. Вот такой огромный шар, сколько у него там диаметр? 2,00. 2,00. 70 гривен. А такие веночки по чем? 100 гривен. Такие веночки по 100 гривен. А вот такой вот домик? 30. Домик 30. А такие аппликации по чем? 12 гривен штучка. 12 гривен штучка, это они клеятся на окна, да? Такой набор 15. Такой набор. Такой набор 20. И какие-то шары. Вот это, кстати, красивые шары. Очень нравятся. Мы у вас их брали, наверное, года два назад. И в этом году тоже повесили на их. 60. 64 шара. Друзья, приходите на седьмой километр. Говорите, что вы от Сан Саныча. Может, вы получите подарок. Так, уже пакета не хватило. Кстати, есть вот такие вот. А такие Деда Мороза сколько стоят? 5 гривен. Сколько взять? Раз. С красной головой. Сколько с красной? Да? 3 Деда Мороза с красной головой. Сколько? 674. Два пакета таких вот, друзья. Можно взять игрушек на седьмом километре за 674 гривны. Супер. Супер. Ребят, как видите, вот два таких огромных пакета игрушек мы купили за... Нам даже сделали скидку еще 650 гривен. Сейчас мы это отнесем обратно в машину и пойдем дальше. Ну, выгода очевидна. Мне кажется, что на седьмом километре все еще выгодно тариться. Поэтому приезжайте на седьмой километр. Ну, и, кстати, смотрите канал «За острый разговор» и ставьте лайк этому видео. И обязательно подпишитесь на мой канал. Потому что на канале очень много интересных видео. Идем в машину, идем все. Идем, кстати, покажем немножечко. Ну, это, получается, улица Подгорная. Давай мы ее немножко покажем, как она выглядит. Она, конечно... Тут, знаете, как... Кто-то не работает, кто-то работает. Но тут много всего. Вот, и елочки еще. Вот такой вот электротранспорт, кстати. Елок много сейчас. Я люблю эту улицу, потому что здесь на самом деле легко подъехать, с горы сразу спуститься. Тоже такой вот. А сколько такой Дед Мороз стоит? Дед Мороз сколько стоит такой? Вот такой. Написано там. 80 гривен. Отлично написано. Он светится. Класс. Тут тоже много разных, кстати, веночков. Можно тоже спросить. А сколько вот такие веночки красивые? Вот такие. 600 гривен. А такая гирляндочка? А их нету в продаже? Их нету? Гирляндочки не это в продаже? Потому что, видишь, и снимают? Нет. Хорошо. Успехов вам. Иногда наш народ еще немножечко пугается камер. Хотя я не могу понять, почему люди пугаются камер. Сейчас везде стоят камеры наблюдения. Мы 24 на 7 на 365 онлайн. Поэтому, друзья, не пугайтесь камер. И не бойтесь снимать в открытую. Потому что никто вам не имеет права этого запретить. А теперь давайте узнаем цены на гирлянды. Здесь их очень много. Идемте. Смотрите, какая красивая витринка. Осторожно. Тачки. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Денис. Денис. Новогоднее настроение, в общем-то, видно издалека. Расскажите, пожалуйста, что у вас можно купить и почему сегодня? Какие цены вообще на все вот эти вот красоты? Цены разные. Сейчас очень много новинок. Гирлянды делятся на уличные и комнатные. Есть вот такие вот разновидности гирлянд. Это новинки. Капля росы. Шторы водопады. Шторы обычные. Звезды, шторки. Все, что вы видите, это шторы. Также шторы есть уличные. Шторы капля росы. Вот такие конский хвост называется гирлянда. Это очень смешное название. Да, смешное. Но она самая трендовая. В этом сезоне и в прошлом году. Такая гирлянда стоит 200. 2 метра 10 нитей. Также есть 3-х метровые на 20 нитей. Шторы вот такие 3-х метровые звезды. Такие 350. Это розничные цены, да? У вас также можно купить оптом, насколько я понимаю. Можно оптом, на ящик, конечно. А на домашнюю елочку может она быть? Да, конечно. Это специально на домашнюю елку. Вот так идет пучком. И 10 нитей распускаете вокруг елки. Очень красиво светит. Такое завораживающее свечение у нее красивое. Ну, ночью особенно, когда светит. Также есть такого качества капля росы. Шторка. 3 метра на метр идет. Это шторка, да? Да, шторка. Вы растягиваете на 3 метра. И нити спускаются метр вниз. А в какую цену? Такая 450. А расскажите нам еще про вот эти шарики. Вот я смотрю, луна у вас такая красивая. Это все шторы. Шарики, бахромой идет. Вот так вот развешивание. Вот они пучком висят. И вот развешивание. Тоже трехметровая штора. Есть в белом, есть в теплом цвете. Таком, холодном. Тоже трехметровая. В основном они все идут трехметровые. Цены, цены. Давайте нам цены. Такая стоит 500. Есть такого плана уличные. Видите, качество такое мощное. От дождя, от снега. Такая 650. Это сколько на метров? Все трехметровые. Все трехметровые, но их можно увеличивать, соединять между собой. Да, они между собой подключаются вот таким образом. Вот. В конце каждой гирлянды есть коннектор, вилка. Вы подключаете его, Денис. То есть с трехметровым можно сделать 6, 9, до 10. Все кратно трем метрам, да? Да, да. Денис, огромное вам спасибо. Спасибо, до свидания. Хорошо, приходите. Да, до свидания. Мы продолжаем гулять по седьмому километру. Улица Фабриточная. 25-65 контейнер. Я очень давно знаю этого человека. Его сейчас, конечно, красотища полная, друзья. Смотрите, вот можно купить абсолютно все к Новому году. Я думаю, сейчас он более подробно нам расскажет, что есть и причем. Вот есть, смотрите, такой вот символ Нового года. Вот такой вот тигренок. Вот такой класс. Олени. Ну, наверное, сейчас Руслан сам более подробно все расскажет. Руслан, привет. Здравствуйте, Саня. С наступающим тебя. Спасибо, взаимно. Слушай, ну, расскажи нашим зрителям, потому что у тебя классный ассортимент всегда. Мы с вами у тебя перед каждым Новым годом что-то подкупим. Сегодня тоже не будет исключения. Во-первых, что сейчас продается? Что сейчас самое ходовое? Вот. Я понимаю, что все ходовое, но есть какие-то более ходовые, менее ходовые. Потому что, смотри, нас смотрят как розничные покупатели, так и оптовики. Ну, давай, наверное, все-таки для оптовиков расскажем цены. Вот. Розница, мы понимаем, что тоже есть. Она чуть-чуть дороже. Все это тоже прекрасно знают. Что вот это вот такое интересное у тебя над головой? Это пауки, которые цепляются под потолок. Просто как украшение идет под потолком. Там проволочка, да? В середине они на проволоке цепляются, они тоже на проволоку. В середине там пенопласт, они все цепляются на пенопласт. По чем они на опт? Опт там 30 грейн оптовые цены. Сколько идет в упаковке? Ну, там есть разное количество, дозы в упаковке. В ящике большой там идет, 300 штук. В большом ящике. А минимальное сколько? Ну, от 10 штук мы уже продаем их. Отлично. Мы уже продаем по оптовой цене. Хорошо. Вот сейчас вот фишка, ты мне говорил, это тренд, да? Да, сейчас тренд, ну, в принципе, и сейчас, и уже несколько лет, это цветы на елке, которые много в том же дождиками не украшают, не украшают шариками, украшают цветами. Вот цветы разных размеров, от маленьких до... Вот это самые маленькие, да? Дальше вот это самые маленькие, они есть разные всякие. Они, вот эти, да, самые маленькие, они идут по 4 гривны. Штучка. 4 гривны штучка, они идут в упаковках по 50 штук. Ага. Много, кто покупает, сейчас хотят в таких цветах одевать, именно в нежных, красивых цветах. А такие цветы, по-четам? Они есть в разных... А, ух ты. Да, разные виды, маленькие есть в разные виды. Потом есть следующий размер, это идут вот такого плана, они по 15 гривен за упаковку, за 2 штуки. И есть они приблизительно в таком же размере, это вот такого плана цветок. Они идут, вам расскажу, я вам расскажу. Они идут в таких размерах, отдельно с ним вставляются вот такие палочки и завязываются на ёлку. А, то есть наборной, ага, я понял. Да, ну то есть, чтобы они не были габаритные при перевозке и сильно не минулись, они идут так отдельно с этим. Они, получается, 9,50 штучка за такие оптовая цена. Потом следующие, в принципе, и самые дорогие, и самые ходовые, наверное. Это 24,50, это большой цветок на большие ёлки. Несколько лет они уже продаются достаточно хорошо даже. Это по цветам. Стандарт, то, что всегда продается, это новогодние фигурки символ года. Это всякие тигрята разных размеров, разные цены. Такой 13 гривен за штучку оптовая цена. Потом самые минимальные, это маленькие по 10 гривен за штучку. А я там смотрел такой красивый, я так понимаю, что это как фигурка вместо Деда Мороза, да? Да, это большой под ёлку, он 32 гривны. Уже с шампанской все как положено. Да, да. Потом под них, в принципе, как по цветы, идут хорошо продаются всякие новые пурпуровые, бархатные шарики. Это какие-то маленькие, такие большие. Получается 7 гривен за штучку, побольше шарик 11 гривен за штучку. Берут как и оленята такие бархатные, тоже достаточно хорошо, в 50 гривен они продаются под них. А вот такие вот? Что это? Такие лесовичок, делаем вот так, аж им продаются в 32 гривен за штучку. Их 50 штучку в ящике. Так же самое хорошо продают в таких же нежных цветах. И хорошо их берут как просто где-то на украшения, так и на ёлку. Тоже бархатные, разные пурпуровые фигурки. Они оптовая цена, их 15 гривен за штучку. Любая, да? Ящики их 250-270 штук по-разному. Ну, оптом от 10 штук ты уже отпустишь, да? Ну, от 20 даже. От 20. Да, уже цена 15 гривен. В основном они в цветах белых. Ну, вот это красивый такой цвет, вообще обалденный. Да, но самое больше продается, самое больше людям нравится. Это всё-таки пурпуровый цвет и классика белый цвет. Да, шикарно. На ёлочку, да? Есть, но чуть-чуть они как бы всё равно только для ассортимента. Это в минимальном количестве. Такие вот коньячки тоже. Они есть лошадки, олени. Есть голубь, да? И голубь-жар-птица даже больше, да. Класс. Есть ангелочки тоже очень красивые. Есть там снизу где-то в белых кнутах они. Ну, я так понимаю, белые, наверное, разгорают быстрее всего, да? Да, да, поэтому их в ящике самые меньше получалось, что у вас есть. Осталось, так уже невинно разобрали. Самое лучшее. Дождик почему, Руслан? Дождик это же как бы всё равно атрибут этот остался, да? Дождик 4 гривны за ленту. Есть более плотный, более другие. Это номер 5 дождик. Он 2 метра лента. 4 гривны за ленту. Есть 7-ка, 10-ка. Там, соответственно, 7-50 гривен, 15 гривен за ленту. Вязочки сколько идёт, 10 или 12? Вязки по 50 штук, они все разные вязки идут. И в ящика там 300-200 штук в ящике идут. Вот скольки ты от 50 продаёшь штучек? Да, как минимум идёт от 1 упаковки. Так уже поповая, затем уже можно. Что ещё есть? Хлопушки? Ну это классика, это стандарт. Это, конечно, хлопушки, бенгайские огни. Это снег новогодний. Почём снег? Всяких снег, 15 гривен оптовается. Верхушки, да, есть, кстати. Верхушки, да. Ну, больше продаётся, вот, опять же, такого плана всякие есть. Вархатные, да, белые такие. По чём такая? Они и 15 гривен оптовая цена на них достаточно, такая очень хорошая цена. Да. Стандартные всякие мелкие шарики по 35-58 гривен. Такие большие наборы там большим количеством. Есть вот такого плана тоже разные фигурки. Сейчас на них зайчики. Зайчики всякие, мишки. Ага. Там даже несколько видов мишек идёт, типа собачек. Мишки, просто снеговички такие классные. Да. Почём такой снеговичок? Они, вот эти всякие фигурки, они по 12 гривен за штучку. А почему хлопушки? Самая дешёвая хлопушка 80 копеек. Ну это цена на ящик? Да. Хлопушка только ящиком. Потому что они тут короткий рост. Бенгайские, это 40 сантиметров, они по 10 гривен оптовосят. На них есть бенгайские тоже разные виды, разные там сантиметры. Разной длиной. Это что такое, наклейки какие-то? Это идёт салфетка, салфетка новогодняя на стол. Класс. Тоже прикольно. Они тоже есть в разных цветах, разные виды, красивых, всяких вот золотым, позолоченные такие красивые, сверху идут ободки на них. Они получаются, вот эта овальная 14,50 гривен за штучку. Такого плана чуть попроще, но размер может ещё и больше их. Они 8,50 гривен за штучку. Дальше, ну, стандарт. Снегурочка. Ну вот Дед Мороза с него одни. Почём снигурочка? Снегурочка 42 гривны, был Дед Мороз, ну вот Дед Мороз уже продали. Быстро разбираешься. А вот такая вот сколько снегурок? Такие по 12 гривен оптовая цена. Чём ангелочки, ангелочки почём? Ангелочки 22 гривен, это ангелок-верхушка. Ага, это вверху, как класс. Такие всякие, тоже по 12 гривен фигурки. Ещё я смотрю, тигрёнок такой, магнит? Это Тигр-магнит, да. Это Тигр-магнит, они по 16 гривен за штучку идут. Такого же система года тоже, они в разных цветах. А это что? Дождик, он называется, дождик резанный. Ага. Он идёт метровая длина его, это по гривне за штучку упаковки. Идёт 20 штук упаковки, то 20 гривен получается за упаковку. Ну, Руслан, ну, ты знаешь, на самом деле порадовали цены, потому что, например, я знаю, что в сетевых магазинах цены гораздо выше. Вот, я думаю, что люди, когда посмотрят видео, то будут обязательно к тебе приходить. Ну, специально, конечно, хорошие, потому что я, как и вот Тодочик, например, я вот от собственного производства, я сам его делаю. То, что есть украинского производства, я в этом всё работаю только с производителями. И беру только производителями, почему-то по предоплате с лета, то есть соберу по самой минимальной цене. Потом есть некоторые товары из Китая, которые я вожу, тоже вожу сам, вожу контейнерами, и, соответственно, ну, конечно, минимальная цена. По цветам у нас тоже цветы, в основном, из Китая все идут. Тоже заказываю их напрямую производителям Китая, привожу. Ну, и поэтому у меня есть самая хорошая цена, самая минимальная. Так что будем ждать клиентов. Ты же смотришь мои видео, да? Есть, ну, конечно. Ты же знаешь, что есть промокод «Я от Сан Саныча». Если люди придут, скажут «Я от Сан Саныча», могут торговаться? Ну, если будет на количество, если будут клиенты, которые будут брать там ящиками, которые будут брать там или на достаточно большую сумму, либо будет скидка на ящики, если все эти на ящиками, либо будет скидка от общей суммы, если там достаточно будет большое количество. Есть сайт, можешь там ты поставить... Да, дашь мне, я под видео сделаю ссылочку. Да, под видео, то есть люди могут тебе заходить, смотреть оптовые цены, там все на сайте только оптовые цены. Там, правда, заказ минимальный несколько тысяч гривен, чтобы сделать по оптовым ценам закупку. Ну, там может посмотреть весь ассортимент. Помимо новогоднего, там в основном наш товар это кухонные принадлежности, что там посмотрят. Но есть и категории, где новогодний товар и весь ассортимент могут там посмотреть. Я думаю, что в следующем видео мы зайдем к тебе в гости, и ты расскажешь про кухонный ассортимент. Но я думаю, что это будет уже после Нового года, потому что сейчас людей интересует конкретно вот эта продукция. Вот. Ну, а кто захочет, действительно, может зайти на сайт. Я его обязательно оставлю в описании видео. И посмотрите весь ассортимент Руслана. Руслан, большое тебе спасибо. С наступающим тебя Новым годом. Спасибо. Хорошей торговли. Да. Счастливо. Все. Всего хорошего. Друзья, уезжаем с 7-го километра. В общем-то, с таким достаточно приятным предновогодним настроением. С покупками, что немаловажно. Мне кажется, с достаточно выгодными покупками. Фактически мы брали много игрушек себе. А покупать оптом на 7-м километре выгодно. Потому что нам продали все, что мы покупали, фактически по оптовой цене. Однозначно цены здесь ниже, даже розничные на игрушки, чем в известных брендовых крупных супермаркетах. Или как этих строительных супермаркетах. Вы понимаете, о каких брендах, о каком бренде я говорю. Однозначно цены здесь ниже. Также мое мнение, что лучше покупать или купить один раз себе искусственную красивую елку. Во-первых, это надолго. Во-вторых, в итоге это получается дешевле. В-третьих, вы не паритесь каждый год, где вы будете бегать и почем покупать елку. Ну и, наверное, в первую очередь, в самую первую, мы все-таки бережем окружающую среду и не рубим эти елки. Что тоже немаловажно. Ну и сейчас, видите, пошел тренд такой, что сейчас елки украшают, выставляют заранее. За месяц до Нового года. Счастливо. Во всех супермаркетах, да и люди уже дома поставили все елки. Ну, из моих всех знакомых, то, наверное, уже все поставили елки. Хотя сегодня только 14 декабря. Настоящую елку, если вы поставите 14 или там 10 декабря, то, скорее всего, до Нового года она уже будет желтая или облетит. Ну, конечно, можно будет ее там поставить в водичку, в песочек, как многие делают. Но все равно это не то. Я попробую еще узнать цены на свежие елки, сосны. Мне кажется, мы проезжали, я где-то видел. Поэтому, возможно, в конце этого видео я сделаю небольшую вставочку с ценами на свежие сосны. На живые, свежие. На живые. Хотя какие они уже живые после того, как их срубили. В общем-то, если что, то в конце видео еще будет вставочка. Ну, а так жду от вас жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то обязательно это сделайте. Под видео есть кнопочка подписаться. Нажимайте на эту кнопочку, нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного моего видео. Если у вас остались ко мне вопросы, пожелания, предложения, вот мой Instagram. Подписывайтесь на меня в Instagram, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Меня зовут Сан Саныч. Вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 14 декабря, все еще 2021 года. И мы с вами на рынке 7-й километр. В общем-то, узнавали, что, по чем можно купить к Новому году. Ёлки, игрушки, украшения. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока. Уже появились первые сосны, и сейчас Руслан нам расскажет цены на лесные красавицы. Руслан, добрый день. По чем сейчас сосны? На сходе студенции новополитика такая. Дивимся. До метра в метр 150 гривен. Вот такие. Давайте еще раз поднимем. Это 150 гривен. Это 50-300 гривен. Приблизно, в зависимости от поляра и пушистости. Метра 80? Метра 80, два. Плюс-минус метра 80. Так. В принципе, они одинаковые за размерами. Единственное, что по пушистости ризни. Пушистость влияет на цену? Конечно. Чем пушистее, тем дороже. Чем пушистее сосна, тем она, соответственно, дороже. Чем пушистее. Чем пушистее. Чем пушистее. Далее. Прямо 400-450 гривен. Она отличается. Она действительно пушистая. Вот, и есть такие на спецзамовления, берут на школы, на дочатку, в садике, допустим, это вот такие. Они идут от 3 метров, их берется очень ограниченная количество, то есть 4-5 штук, все что под спецзамовления. Ну таких, конечно, цена повыше будет, и 1,5 тысячи будет. Вот, они высокие, очень пушистые, и вот эту такую елку, за ней нужно отправлять 4 человека в лес, чтобы ее только спаховать. Они все экологически чистые, они все официальные, легальные, разрешенные. Вы видите щипы, вы можете их поверить. Вот щипы, вот, есть сертификаты на радиацию, которые додаются до них в лесительстве, и также договор с управления торговлей заключенный на здействие ярмарки на Новый год. Всех поздравляем с наступающим Новым годом, ну и сами решайте, покупайте искусственную или живую, цены вы узнали. Руслан, большое спасибо. Пожалуйста.